То есть рыночные отношения никак не влияют ни на стоимость, ни на продаваемость картин, ни на тематику произведения искусства? Слово «рыночные отношения» в области искусства, они немножечко сложно как-то ложатся на логику, потому что рыночные отношения в искусстве подразумевают под собой развитый арт-рынок в нашей стране. А так как такового арт-рынка у нас не существует пока, а существует такое очаговое такое. Есть художник, он продает картины, он этим живет, он висит на стенах тех или иных людей, то есть о нем что-то говорят, этот художник что-то говорит и так далее. Но это не арт-рынок. Арт-рынок, что это такое? Арт-рынок — это когда в стране существует целая плеяда ярких художников, это когда яркие художники взаимодействуют, общаются, и носители культуры художники являются, обмениваются опытом с другими художниками из такого же развитого социума, как тот социум, о котором я говорю. Это ежегодные какие-то устоявшиеся события, такие как, например, Арбатфест в Казахстане, в Алма-Ате, который осуществляет такую важную функцию, на мой взгляд, как привлекает к себе внимание, во-первых, во-вторых, привлекает зарубежных художников, которые что-то делают, какие-то создают арт-объекты, они создают диалоговые площадки и привлекают мыслящие часть населения, и они обсуждают какие-то вопросы. Под словом «какие-то», знаете, тут такой маленький такой момент, человеку, который, например, не знает о том, что может быть что-то, у него нет понимания, что оно нужно. Поэтому сначала искусство делает предложение, потом да, то есть оно потом формирует, возможно, спрос, если выражаясь на языке маркетинга. С точки зрения финансовой стабильности вложения в произведения искусства действительно позволяют добиться снижения, диверсификации инвестиционных рисков. Если говорить о арт-объектах, которые уже признаны международным арт-сообществом, и художник, например, имеет какой-то высокий рейтинг, скажем так, продаж, это такие как Алмыков, мы говорили, Бапишев, то есть те художники, которые, Алмамин Лебаев, которые уже известны не только в Казахстане, но и за рубежом, но и которые активно работают. Я не говорю про тех, кто ушел из жизни, например, в Библии, но тут как бы я взял такую плеяду художников, например, в такой огромный промежуток времени. Это сложный вопрос. Можно, конечно, его раскрыть сейчас по частям. У нас по этому поводу имеется графика. Прошу вас на экран. Доходность по инвестициям в предметы искусства в 2011 году превышала 4,5%. За три года мы видим рост более чем на 1%. В 2014 году доходность составила 5,5%. При этом ликвидность премиального сегмента арт-рынка выросла почти с 13% до 16%. Иными словами, рынок мировых шедевров последние несколько лет был островом устойчивой доходности и приемлемой ликвидности для инвестиций. Как вы считаете, в условиях нынешнего финансового кризиса можно ли считать арт-рынок успешным вложением капитала и гарантирует ли он его сохранность? Вы знаете, как я узнавал в прошлом году, как раз-таки кризис стукнул не только нашу страну, но и лихорадит по всему миру. Так вот, отметили такой интересный факт, что рынок именно современного зарубежного искусства он начал таким быть ликвидным, и арт-объекты, созданные именно в рамках этого арт-рынка, начали подниматься в цене. Но речь идет о, опять же, узкой прослойке известных личностей художников. Это, скажем, буквально первые сотни мировых художников, 60 из которых, кстати, китайцы. И, скажем так, я не зря в предыдущем своем спичи говорил о том, что развитый арт-рынок имеет какие-то устоявшиеся события, которые происходят из года в год, в которые вкладывают определенные финансы, которые эти финансы отбиваются, которые делают бизнес тем людям, которые это организуют и так далее. То есть эти события существуют, и их важный аспект, знаете, в чем? В том не то, что люди, которые занимаются этим делом, они зарабатывают себе на жизни, зарабатывают деньги. Нет. Они делают эту страну, эту столицу или этот город привлекательным для туристов. А это является одной из основных, для некоторых стран это является одной из основных поставляющих бюджет средств. Вот, например, в последние годы активизировался Сингапур, со своим, два раза в год у них проходит Сингапур арт-стейдж. Я вот в апреле туда ездил, и просто там на 5000 квадратных метров собраны были все ведущие мировые бренды галерейного бизнеса. То есть были такие, видно, что, например, стоите Энди Орхол, там, Индиана, у которых сумма там средств там за сотни тысяч долларов, и видно возле каждого маркер, то есть красная точка, да, продана. И видно, что идет активное обсуждение, торги, да, то есть вот как бы речь идет о развитом арт-рынке в том плане, что крупные арт-объекты подвержены продаже и покупке. К сожалению, в странах Сингапур такого нет. Вот. Может быть, в Москве существуют такие вещи. Но вот вы показывали динамику развития, да, то есть проценты какие-то и так далее. Это относится именно к развитым арт-рынкам. А как в целом вы оцениваете арт-рынок в Казахстане? Он зарождается, и, как отметила Валерия Валентина Ибраева в своей статье, в декабрьской статье в журнале Forbes, постоянно развивается, развивается уже 22 года, как он является развивающимся арт-рынком. Ну, по сути... А что мешает? Во-первых, первое, что мешает, это неосведомленность жителей и граждан нашей страны о современных тенденциях и трендах, которые происходят в мире. К сожалению, только наша верхушка, наша элита, да, то есть которая имеет возможность посещать другие страны или, например, быть, скажем так, в потребительском уровне зарубежных стран, разбираются в этом вопросе. Ну, и они, конечно, пользуются именно западным или юго-восточным рынком. То есть искусство у нас до сих пор элитарное? Оно, во-первых, элитарное, во-вторых, большинство художников, их ментальное восприятие мира, оно находится на уровне середины 20 века. То есть для большинства художников они себя воспринимают как непризнанными гениями, то есть демиургами такими и так далее. И второй вопрос, он как раз таки является причиной того, что я сказал, отдаленность нашей страны от основных энергоинформационных потоков, связанных с этим рынком. То есть что такое энергия? Это деньги, это средства, это эмоции, это драйв, ну, как с шоу-бизнесом, например, сравните американский шоу-бизнес и российский шоу-бизнес. Там Леди Гага, а здесь Киркоров. То есть за драйвом нам надо ехать на запад? Ни в коем случае. Мне кажется, что нужно развивать его здесь, но на уровне профессионализма доказывать его состоятельность. Что, по сути, я пытаюсь делать, потому что за последние годы я принял такой курс знакомства именно с международными арт-проектами, знакомства с людьми, которые являются, развитие партнерства и так далее. Как, по сути, любые бизнес-структуры развиваются. Расскажите о новом искусстве. Мы вот привыкли уже к традиционным пейзажам, натюрмортам, портретам. И вызывают удивление, когда изображение банки томатов или какой-нибудь калаш обладает высокой ценностью. Я перебью вас. Я хочу вам сказать, что и поп-арт, который рожден был в 50-х годах в Соединенных Штатах и в Англии, скажем так, он сейчас является для нас достаточно современным. Ни в коем случае. Рекламные инструменты давно уже выработали потенциал, который был заложен в поп-арте и привели генерацию визуальных образов к своему логическому концу. То есть сейчас любой бренд говорит о том, что он самый хороший, и говорит он на одном и том же языке. Что касается современного искусства, кстати, словосочетание современного искусства, оно, по-моему, уже отжило себя, потому что, будучи, например, в Будапеште, например, когда я выставлялся, или в Сингапуре, который я посещал, или вот, например, не существует понятия современного искусства. Оно либо искусство, либо не искусство. А доказательство искусства и состоятельности именно выживаемость того или иного проявления современного искусства. И я в последнее время, в последние годы пытаюсь себя же избавить от словосочетания современного искусства, но это мне не удается, потому что мне иногда задают вопрос о том, почему современный Суп Кэмпбелл, например, Энди Уорхова, чем он отличается от того же самого пейзажа, который на Арбате продается. Сейчас уже немножечко на другом уровне идет дискуссия. Скажем так, я это бы отрефлексировал следующим образом вчерашнюю акцию Арбатфеста. Они пригласили современных художников из России. Там художница Ольга Кройтер встала на пятиметровую колонну из металла и стояла там несколько часов в черном платье на белой колонне. Представьте себе, на высоте стоит девушка и на уровне памятника Аблайхану стояла и смотрела вперед. То есть люди, которые приехали из вокзала или провожали кого-то, они мимо проходили, раз, смотрят на нее и останавливались. То есть они начали фотографировать. То есть, понимаете, Ольга сделала такой перформанс. И когда водители, таксисты спрашивали, а что она делает, я придумал очень хороший ответ. Я сказал, людям же уже картины неинтересны, а художнику всегда нужно самовыражаться. Поэтому Ольга сделала очень серьезный такой перформанс, застолбила в двух смыслах этого слова за собой право быть арт-объектом. И художником. Да, и художником, да. И причем этот арт-объект был поставлен прямо впритык к зданию Алматы-2. А Алматы-2, это здание, оно, во-первых, имеет свои пластические свойства, сохраняющие соцреализм, советские такие вещи, брельеф советский там остался, сохранился, колонны и так далее. То есть архитектурное здание, оно представляло собой такое историческое здание, скажем так. И тут вот прямо находится современный такой перформанс с привлечением внимания людей, пассажиров, провожающих просто, в кавычках, пассажиров, да, которые, а что у нас деньги, что ли, хочет получить за это? О, это реклама. Понимаете, главное уже начинается диалог с простым народом. И у людей перестанет, скоро, надеюсь, отношение к искусству как… Современное искусство — это странно, непонятно, а вот, пожалуйста, изображены горы с лошадьми, это традиционное искусство. Ни в коем случае я вам хочу сказать, что это уже не искусство. То есть горы с лошадьми — это не искусство, это черт-те что. У нас имеется еще одна графика, прошел на экран. Это аукционные продажи в прошлом году. Живопись от аукционных продаж составила почти 60,5%, графика — 19%, скульптура — 14,6%, фотография — 4%, печатная графика — 9,1% и прочее — 8,1%. Мы видим, судя по графике, что несмотря на рост популярности цифровых медиа, электронных произведений искусства, традиционная живопись по сей день остается самым востребованным, а значит, наилучшим способом вложения капитала. Это эти данные по миру? Да. Опять же, да, то есть, конечно, я вспоминаю зарождение такого стиля, как импрессионизм, постимпрессионизм, когда Эдуард Моне вокруг создал себя банду художников, которые разрушали стереотипы. Они сейчас являются самыми дорогими художниками. Их работы исчисляются миллионами фунтов стерлингов или долларами. И, конечно, в то время не стоит, сейчас не стоит ориентироваться на продажи. Сейчас нужно ориентироваться на качество, экспертную оценку и потенциал, заложенный в стиле или в самом арт-объекте. Потому что сейчас, может быть, многие будут спорить и так далее. Я «Черный квадрат» Малевич считаю одним из гениальнейших арт-объектов, который стал основой всей визуальной культуры 20 века. И вот, насколько я понимаю, вот эта вот визуализация Казимира Малевича отработала в 20 веке от и до. Продолжение следует...